Давным-давно на заре домашних компьютеров они все были очень разные и никак не совместимые между собой. Ну, вспомнить хотя бы Atari 400, Atari 800, Commodore 64, Commodore VIC-20, Commodore PET, ZX Spectrum, Amiga, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень разные компьютеры, имеющие очень разные аппаратные возможности, и тем не менее, кое-что у них было одинаковым. Они все загружались в BASIC, вы просто включаете компьютер и получаете редактор, ну по сути текстовый редактор, в котором можно запускать программы, написанные на каком-то диалекте BASIC, который мог отличаться от компьютера к компьютеру, но в целом это был BASIC, и его можно было очень легко и быстро выучить. Потом даже IBM PC какое-то время, в общем-то, не отступал от этой парадигмы. У первого IBM PC был и порт для подключения аудиомагнитофона, и загружаться он мог в BASIC, если у него не было ни дисковода, ни какого-то жесткого диска. Но от этой парадигмы быстро ушли, чип быстро был заменен на базовую систему ввода-вывода BIOS, который передавал управление загрузочному сектору на жестком диске или на дискете, и оттуда уже грузился предложенный Microsoft IBM Microsoft DOS. Не совсем их, но это сейчас не важно. И парадигма ушла. Компьютеры стали загружаться сразу в операционную систему. Тем не менее, если бы эта парадигма выжила, то интересно, что было бы с этими компьютерами сейчас. Конечно, сейчас выпускается достаточно много разных железяк, программно или аппаратно эмулирующих старые добрые компьютеры из перечисленных. Но проблема в том, что даже если там сейчас стоит очень-очень мощный процессор или контроллер, и в принципе он мог бы делать гораздо больше, чем просто эмулировать старый компьютер, работавший на частоте там в 1, 2, 3, 4 МГц, то вам это ничего не дает, потому что все равно эмулируется скорость старого доброго компьютера. В этом смысле проблема писать, допустим, старые DOS-овские программы на BASIC даже безо всякой эмуляции. Если вы захотите написать что-нибудь на старом добром микрософтовском QuickBasic, то это вам придется делать все равно, видимо, на каком-то старом компьютере или вообще в эмуляторе DOS-Box. Ну, теоретически можно его запустить во FreeDOS-е, но я не пробовал. Не знаю, какую производительность он там покажет. Скорее всего, несущественную, потому что тот компилятор BASIC, который был в DOS-е, в общем-то, не может пользоваться никакими современными расширениями компьютеров. Но вот что было бы, если бы, продолжая развивать процессоры точно так же, как они развивались, и иметь сегодняшнюю его производительность, тем не менее оставить их загружающимися в BASIC, но дать этому BASIC-у возможность использовать все возможности встроенного процессора в такой компьютер. Что было бы? Ну и вот некоторые люди задаются таким вопросом. Так появился в свое время и компьютер Maximite. Ну, нечего добавить, собственно, к этим словам. Компьютер Maximite это был компьютер, который загружается, в общем-то, в черно-белый интерфейс и позволяет вам писать на BASIC-е программы. То же самое касалось следующего компьютера Color Maximite, который, понятно, чем отличается из названия. То есть он был цветным. И, наконец, появился наиболее современный на сегодняшний день вариант этого компьютера под названием Color Maximite 2. И он у меня есть. Стоит такая штука, конечно, довольно дорого. Целых 100 баксов. Но, с другой стороны, относительно каких-нибудь эмуляторов, каких-то FPGA-модулей, которые позволяют эмулировать старое железо, это вообще недорого. Потому что те могут стоить и тысячу, и полторы. А этот стоит типа 99 в минимальной комплектации. Но можно и доукомплектовать. Как я уже сказал, это современный компьютер, не эмулирующий ничего старого. Просто он существует в парадигме того, что компьютеры должны загружаться в BASIC. И поэтому мы здесь видим компоненты, которые являются на сегодняшний день достаточно современными. Питается все это от обычного USB порта. Type B в данном случае. Или USB-B, как его принято у нас называть. То есть тут есть Type B, есть стандартный Type A. Ну, Type C, соответственно, нет. Да, и не нужен он здесь. Для того, чтобы подключить к этой штуке клавиатуру, вы можете использовать USB-разъем. Опять же, никаких старых специфических вещей. Это даже не PS2, это обычный USB. Также здесь есть аудиоразъем, если вы хотите выводить звук на колонке без проблем. И VGA-разъем, который позволяет подключаться к обычному современному монитору. Разрешение здесь поддерживается, если я правильно помню, до 1024 на 768, а то и до 1200. Так что точно сейчас прямо не скажу, но мы все это сможем проверить. Потому что это очень современное устройство. Это похоже на IDE-разъем, но это не IDE-разъем. Жесткий диск сюда подключить нельзя, он здесь и не нужен. Это GPO, то есть 40 контактов, позволяющих подключить сюда вообще любую периферию, которую вы хотите. Таким образом, этот компьютер можно использовать, например, как контроллер. Вы можете управлять чем угодно, чему. Можно посылать там 3,3 вольта или даже 5 вольт, и это будет как-то реагировать. То есть вы можете управлять умным домом с помощью этой штуки. Вы можете там что-то банальное делать, типа елочки какой-нибудь красиво мигающей гирляндой по вашему скрипту. Ну, также вы можете использовать это и в промышленности, управлять каким-нибудь станком и так далее. Все это возможно делать с помощью этой штуки. Вы легко можете подключить сюда реле, которое включает или выключает электричество, и у вас будет умный дом. Умный дом, который вы можете запрограммировать, зная лишь Basic. Не нужно знать ни ассемблер, ни C. Ведь эта штука имеет современный процессор, который может выполнять 270 тысяч строк. Ну, то есть, наоборот, интерпретированного Basic кода в секунду. Это сумасшедшая производительность. Поэтому вы можете написать на Basic программу, которая будет безумно эффективна. Вам не нужен ассемблер, вам не нужен C. Вы пишете на Basic, который можно выучить за 3 дня, и получаете производительность, сопоставимую с производительностью того же ассемблера. И уж точно в десятки тысяч раз превосходящую производительность того же Commodore PET или Commodore VIC-20. Так что это действительно крутая штука. Что же касается передней панели, то здесь вместо дискет, вместо аудиокассет используется обычная SD-карта. Сюда вы втыкаете SD-карточку и получаете хранилище объемом десятки гигабайт, если вам надо. И с моей точки зрения именно SD-карта пришла на смену дискеты, а вовсе не USB-флешка. USB-флешка это немножко более универсальное устройство. Как именно заменитель дискеты, выполненная практически в виде маленькой дискеты, SD-карточка очень мило может здесь использоваться. Тем более, что компьютер грузится не с нее, он грузится со встроенного в BIOS Basic. И поэтому фактически вы можете продавать софт на SD-картах, распространять его, как он распространялся для той же Amiga на дискетах. Здесь он мог бы быть на SD-картах. Вставили, запустили и все хорошо. Здесь есть встроенный файловый менеджер, который позволяет запускать бас-файлы просто Enter. Поэтому написанные на бейсике программы он использует фактически как экзефайлы в Windows. Очень удобно. Для того, чтобы играть на этой штуке, к ней, конечно, удобно было бы подключить обычный геймпад. Ну, геймпад бывает USB-шный, только с USB-шным геймпадом будет морока использования его в бейсике. Здесь поступили интереснее. Сюда поставили нинтендовский порт Nunchuck. Точно такой же порт, как на нинтендовском V-Mout'е от приставки Nintendo Wii. Если вы помните, то у V-Mout'а на попе, будем говорить, была вот точно такая же штука. Такой же порт, в который обычно включался идущий в комплекте с Nintendo Wii Nunchuck. То есть продолжение джойстика для второй руки. Но туда же включался и, например, Classic Controller Pro для того, чтобы играть классическим образом. То есть Classic Controller для Wii был как бы проводной. Но у него был очень коротенький проводок, который включался в беспроводной V-Mout, который вы просто клали рядом с собой. И он любой девайс, который включен в него, превращал в беспроводной. Это, кстати, неплохо экономило, видимо, денег в производстве. Так что сюда вы можете подключить такой Classic Controller и у вас будет джойстик, подключенный к этой штуке, который имеет свои собственные операторы в Basic, позволяющие считывать его состояние. То есть написать игру, управляемую джойстиком, в Basic для этого компьютера проще простого. Здесь также есть и Капорт, ну, для чего бы он там вам не пригодился. И вот такой вот совершенно привлекательный рычажок включения и выключения электричества. Очень классная штука. Весит она совсем чуть-чуть, наверное, грамм 50, не больше, может, грамм 70. Так что внутри там всего лишь процессор, ну, и это, скажем так, готовое FPGA-решение. Впрочем, почему бы нам не посмотреть на то, что там внутри, благо это не очень долго разобрать. Откручиваем парочку винтиков. Раз. И два. И два. И корпус должен просто открыться пополам. Вот и всё, что внутри там есть. Мы видим, что здесь стоит стичный ARM-процессор. Не знаю, насколько вам видно надпись ARM, но, в общем, ARM. Там написано ARM. И здесь стоит маленькая батареечка для внутренней памяти. И всё. Здесь, по большому счёту, больше ничего нет. Здесь есть маленький джампер, который позволяет перевести эту штуку из режима загрузки в режим программирования. И это позволяет перешивать эту штуку, обновлять версию Basic, которая периодически для этой штуки выходит новая. Ну и вот, здесь больше особо нечего показывать. Всё внутри Systemon чипа. Остальное всё просто разводка, чисто электрическая. Так что можно собрать эту штуку смело назад. Ничего там особо нового и интересного там и не увидим. Гораздо более интересно эту штуку включить. И посмотреть, что она может. Для работы этой штукенции нам понадобится клавиатура, которая будет, собственно, управлять всей этой штукой. Нам понадобится VGA-кабель, который будет у нас включен в дисплей с одной стороны и VGA-порт с другой. Естественно, нам понадобится как-то запитать эту штуку электричеством. Для этого мы можем использовать обычный кабель USB-AB от любого принтера. А чтобы воткнуть это дело в розетку, использовать абсолютно любой USB-шный зарядник от любого телефона. Это включаем сюда, а это включаем сюда. На задней панели нас, в общем, пока что больше ничего не интересует. Разве что мы захотим подключить сюда колонки. Ну и монитор надо включить в розетку. Точно так же, как в розетку надо включить и сам девайс. Возьмем удлинитель. Воткнем сюда монитор. И воткнем сюда же ColorMaximal. Теперь, когда все подключено, все, он просто включается и работает, потому что тумблер был включен. Включаем еще раз тумблер, и вот он загружен. Он говорит о том, что нет диска в данный момент, но тем не менее он показывает время, дату, что-то еще. Мы можем запустить basic, если я правильно помню, команда edit. Но нам нужна SD-карта для того, чтобы что-нибудь на нем сделать. У меня под рукой есть microSD-карточка, которая, конечно, сюда никак не войдет, поэтому нужен еще адаптер с microSD на SD. Вставляем карточку туда. Все это вместе вставляем в Maximite. Нажимаем еще раз кнопку питания. Он грузится, и больше у него нет никаких претензий к SD-карте. Можем нажать edit, и вот программа, которую я написал в какой-то момент. Программа очень простая. Давайте посмотрим, что же у нас может делать этот девайс. Программа очищает экран. Clear screen. Программа вставляет графическое разрешение 2 при 16-битном цвете. Никакой старый basic, конечно, ни о каком 16-битном цвете и мечтать не мог. Эта штука может. Затем задаются определенные координаты. Загружается png-файл. Опять же, никакой старый basic не мог и мечтать о том, чтобы одним оператором он мог загрузить картинку png огромного разрешения. Затем он загружает еще один png как спрайт. Спрайт, в отличие от любой стандартной картинки, отличается тем, что это та же самая картинка. Просто она не перерисовывает то, что находится на заднем фоне. Наличие спрайтов в домашних компьютерах было критически важным, потому что для игр было очень важно, чтобы у вас можно было перемещать графический объект на экране, чтобы он при этом не оставлял следов. В обычном quickbasic с этим огромная проблема. Там, естественно, видеокарты PC никаких аппаратных спрайтов не поддерживали. Там нельзя было это реализовать, поэтому там было очень трудно написать программу, которая за собой при перемещении графического объекта по экрану не оставляет следов. Но здесь с этим никаких проблем нет. Затем, вычисляя определенные условия, мы перемещаем этот спрайт по экрану. В то же самое время мы перемещаем на заднем фоне основной фон, картинку, которая имеет огромное разрешение. Проблема огромного разрешения в том, что старые basic просто бы офигели, даже если бы в обычном BMP формате загрузили бы такую картинку, не офигели бы ее скроллить, потому что это очень сложный процесс для старых процессоров. Здесь же я специально взял картинку, которая, ну скажем так, не имеет определенных границ и легко повторяет сама себя, чтобы не было очевидно, что это файл, картинка размером определенным разрешением, и казалось бы, что она вообще бесконечная. Ну и дальше я выставляю некоторые условия, при которых направление движения меняется. Получается такая симуляция параллокс скроллинга, хотя это не совсем верно. Если бы у меня два фона с разной скоростью двигались бы, это был бы параллокс скроллинг. Но поскольку у меня здесь есть два PNG файла, движущиеся относительно друг друга независимо, то в определенном смысле это можно назвать параллокс скроллингом. Запускаем эту программу, переключается графическое разрешение, и мы видим вот такую, ну вроде бы крайне банальную вещь, ничего особо интересного здесь нет. Ну летает дискета по экрану, ну сзади перемещаются какие-то тайлы. Казалось бы, ну ничего удивительного. Но поверьте, для меня это просто шок. Потому что когда-то давным-давно я очень хотел бы писать программы, которые бы так могли, на бейсике, да еще всего в один экран длиной программы, ну там в один плюс там еще процентов 10-15. Но это было невозможно. Старые даже мощные компы, используя тот бейсик, который под них существовал, даже близко с такой скоростью не могли ничего подобного рисовать. Я вам больше скажу, в чистом виде эта программа, точнее этот компьютер, тоже так не может. И если бы делать все это абсолютно прямолинейно, то дискета бы дико фликерила. При каждом перемещении она бы очень быстро перерисовывалась, и это было бы даже видно на глаз. Чтобы этого не происходило, мне приходится использовать то же самое, что в свое время применяли в Super Nintendo и даже, пожалуй, в первом Nessie тоже, если я правильно помню. Это так называемое отложенное рисование. Этот самый PageWrite, он говорит о том, что мы все вот эти процессы делаем не на том экране, который видим, а сначала формируем экран, который находится за пределами нашего видения. И лишь затем мы делаем PageCopy 1 to 0, то есть копируем невидимую область в видимую. Благодаря этому у нас сначала рендерится целиком картинка с нужным положением дискеты на экране, а затем происходит копирование одного сегмента видеопамяти в другой видимый сегмент видеопамяти, и тогда мы получаем картинку, которая не фликерит. То есть мы могли бы, в принципе, избавиться от понятия PageWrite 1. Если я правильно помню, это делается все так же, как и в старом добром QuickBasic командой REM. Мы могли бы не делать копирование. По идее, сейчас у нас все будет работать на нулевом экране. Сейчас мы это проверим. Запускаем. И вот что мы видим. Да, то есть у нас дискеты на экране практически нет. Она лишь иногда появляется. Но при этом сам скроллинг идет гораздо быстрее. То есть мы немножечко проигрываем в производительности. Из-за того, что все время копируем одну страницу видеопамяти в другую, но зато мы выигрываем за счет того, что у нас получается гораздо более качественная картинка. В общем, это все хаки того же самого порядка, которые когда-то давным-давно применялись никуда. Они, в общем, не делись. Только задачу я ставлю этому компу гораздо более серьезную. Он оперирует очень большой картинкой. Вы даже в Linux на современном мощном компе на самом деле сильно так-то быстро оперировать картинкой в большом разрешении, чтобы она там скроллилась, летала и так далее, тоже не сможете. Тоже получите фликер. Это не значит, что этот комп слабый. Хотя тут, конечно, всего лишь 400 МГц, это всего лишь ARM. Но если мы занимаемся копированием страниц видеопамяти, то проблемы исчезают. Конечно, процессор нагружается посильнее, но это не страшно, как видите. На нем даже кулера нет, даже радиатора нет. Соответственно, ничего страшного, он не греется, с ним все в порядке. И тем не менее, да, то есть я его нагружаю несколько мощно. То есть, естественно, этот компьютер в тысячу раз быстрее, чем Amiga, и амиговские игры здесь будут работать прекрасно. Если я вам просто покажу, какие игры уже написаны для Color Maximite, то вы, наверное, поймете, о чем я говорю. Вот так, например, выглядит прототип игры, похожий на супернинтендовский Final Fight. Он полностью сделан на этом самом бейсике. То есть это именно на бейсике написанная программа, выполняющаяся в реальном времени на Color Maximite. Как видите, все прекрасно работает, хотя игра, конечно, еще не закончена, но она будет закончена и обязательно будет выглядеть очень мило. А вот это, например, просто демка. То есть это не игра, но это демка, которая рендерит реальное 3D в реальном времени на бейсик-коде на этом компьютере. То есть, как вы понимаете, возможности этой машинки на самом деле очень-очень крутые. И в принципе, если бы куча народу себе бы ее купила и куча народу разрабатывала бы под это дело игры, то в принципе, это был бы, наверное, самый крутой псевдо-ретро-компьютер для энтузиастов. Ну и я думаю, что вы понимаете, что возможности этой железки совершенно неисчерпаемы и ограничиваются только вашим воображением. Я очень давно ждал, чтобы появился такой компьютер, у которого в качестве операционной системы был мой любимый бейсик, чтобы он при этом был невероятно мощный. С хорошими, простыми, однострочными операторами, позволяющими делать то, для чего раньше приходилось писать целые рутины на старых компьютерах. И чтобы это все очень бодро выполнялось. Этот компьютер теперь существует, он умеет играть мод и даже mp3 файлы, опять же, одной командой в бейсике. Вы можете себе представить, чтобы в бейсике был оператор, который просто запускает на фоне проигрывания mp3 файла. А в этом компьютере такой оператор есть. Так что этот компьютер, ну просто невероятный подарок судьбы для людей вроде меня. И он такой не один. Но в моих руках пока только этот. И я потихонечку, помаленечку пишу под него что-то вроде операционной системы для собственных нужд. Полностью составленную в бейсике, потому что, почему бы и нет, он может.